Популярный английский журнал The Economist опубликовал интервью с главнокомандующим украинской армии генералом Залужным. Самый главный опыт, который мы приобрели и который исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и других врагов надо убивать. Просто убивать. И главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем. Вот что сказал Залужный. В первые недели после начала специальной военной операции нас убеждали в том, что не нужно путать откровенных нацистов из различных добробатов и нацгвардии с кадровыми украинскими военными. Которые якобы приучены к правилам войны, а не к массовым расправам над мирным населением. А потом мы увидели кадры убийства российских военнопленных и услышали рассказы мирных жителей о том, что творят боевики в форме украинской армии. И генерал Залужный доходчиво объяснил, что военные преступления его подопечных – это не самодеятельность последних, а целенаправленная политика украинского командования. Именно этим объясняются варварские обстрелы жилых кварталов городов Донбасса. Там ведь живут русские люди, которых надо, по словам Залужного, просто убивать, не боясь это делать. Представляете, что могло бы быть в Крыму и Донбассе, если бы кто-то в России всерьез стал обсуждать идею Зеленского вернуть российскую армию на границе конца 1991 года. Герой нашего рассказа на своей страничке ВКонтакте написал слова древнегреческого поэта Гомера. «Молодому человеку вполне приличествует пасть в бою пронзенным бронзовой стрелой. В его смерти все выглядит справедливым». Владислав Дорохин, 21 год, крымчанин, родившийся и проживший с родителями большую часть жизни в городе Елец, что в Липецкой области. Парень, которого без улыбки на лице невозможно представить. Он словно предчувствовал, что произойдет с ним в зоне специальной военной операции. У Владислава образцом для подражания всегда был отец. Как многие мальчишки, парень мечтал стать военным. Учился в кадетском классе. С поступлением в военное училище сразу не сложилось. И, не теряя времени, он стал студентом Крымского университета культуры, искусств и туризма. Но мечта об армии оказалась сильнее. И на втором курсе учебы Влад пошел на срочную службу. Перевелся на заочное обучение и через несколько месяцев подписал контракт на службу в Черноморском флоте. Служил он в Севастополе мотористом на сторожевом корабле «Ладный». Когда началась спецоперация на Украине, Влад не смог оставаться в стороне. Написал рапорт, переводив в 810-ю бригаду морской пехоты. Родители не были удивлены решением сына, зная его характер. Его мама догадывалась, понимала, что сын туда пойдет. Ведь такой он человек. Корабельный моторист стал стрелком-наводчиком бронетранспортера, участником боевых действий, рядовым Дорохиным. С жарким днем конца июня бронетранспортер Дорохина в составе бронегруппы в районе населенного пункта Егоровка, что в Донецкой Народной Республике, по приказу командования выдвигался для отражения наступления противника. Заняв позицию, удобную для наблюдения, наши бойцы не знали, что за ними уже давно следит невидимый глаз вездесущего украинского квадрокоптера. Тем временем пехотная группа противника, скрытно продвигавшаяся в лесопосадке, стала заходить во фланг российской бронегруппе. Наводчик Дорохин первым обнаружил националистов и немедленно открыл из пушки бронетранспортера огонь на поражение. Под его прицельными выстрелами полегло до 10 наступающих украинских боевиков. В ответ обнаруженный противник открыл массированный артиллерийский и минометный огонь. Разрывы снарядов поднимали вверх горы земли и дыма. Осколки железным дождем смертоносно стучали по броне. Бронетранспортер Дорохина дернулся всей своей массой и, получив повреждения, застыл, как вкопанный. Было принято решение покинуть борт подбитой машины, занять оборону и вступить в стрелковый бой. Противник превосходящими силами стремился во что бы то ни стало покружить наших ребят. Экипаж продолжал мужественно сражаться под плотным артиллерийским и минометным огнем. Разрывы мин были все ближе и ближе. И вот одна из мин попала точно в центр позиции, занятой экипажем БТР. Когда оглушенный взрывом Владислав открыл глаза, то не сразу почувствовал, что тяжело ранен. Его товарищи начали приходить в себя, стонали от боли. Они тоже получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Владислав первым пришел в себя и, превозмогая боль, бросился оказывать помощь раненым. Численно превосходящий противник продолжал накрывать нашу позицию огнем и пытался сжать кольцо окружения. Чтобы выжить в этой преисподней, нужно было срочно отходить. Пот и кровь застилали глаза Владиславу. Пронзительная боль все явственнее давала о себе знать. Он уже не мог свободно передвигаться и хорошо понимал, что с ним тяжело раненым товарищам не выбраться. Решение, что делать, для него было одно. Дорохин прокричал, «Ребята, отходите! Со мной все равно вам не уйти! Я прикрою!» И снова прильнул к автомату. К нему подполз сослуживец и передал несколько рожков с патронами. Это все, это было все, чем они могли поделиться с товарищем. «Давайте быстрее, а то будет поздно!» Поторопил боевых друзей рядовой Дорохин и снова открыл огонь из автомата. Краем уха Владислав вслушивался, как отходящая группа сослуживцев поддерживала его автоматным огнем, который постепенно стих. Это значит, подразделение вышло из-под обстрела. От попадания десятков пуль колесо, за которым укрылся Дорохин, со свистом испустило дух. В неравном бою даже техника дала слабину. Но дух российского воина – это нечто другое. Неожиданно автомат захлебнулся и онемел. Стрелять больше нечем. Поцарившуюся тишину совсем рядом нарушили голоса окружавших его боевиков. «Меколо, шовен там живый, ше? Не, Степан, москаль готовый». «Да не, живый, патроны закинчилось». Он, когда уходил в тот же вечер, еще когда только уходил, сказал мне, он мне тогда сказал, «Папа, если что-то, я в плен сдаваться не буду». Он еще тогда мне это сказал. Он крепко зажал в руках две последние гранаты. Зубами выдернул сначала одну, потом другую щеку. Руки спрятал за спину, который навалился на порванное в клочья колесо. После чего крикнул, «Все, я сдаюсь, не стреляйте». К нему вплотную подошло несколько человек. Остальные с опаской стояли в стороне и тихо переговаривались. Ведь этот худощавый, с густо покрытым копотью лицом русский, положил десять их соратников и братков по оружию, наследников идей Степана Бандеры. Один из подошедших зло улыбнулся и, склоняясь над раненым русским, ехидно прошипел, как змея. «Тебе, сволочь московитая, конец. Понял?» Израненный парень в ответ на слова украинского боевика медленно вытащил руки из-за спины, резко разжал ладони, на которых лежали две гранаты в боевом положении. Ужас сделал тело неонациста каменным. Он не мог пошевелиться. Животный страх сковал все его существо. Еще секунда, и крымчанин, морпех Черноморского флота, рядовой сводного мотострелкового батальона морской пехоты Владислав Александрович Дорохин навсегда вошел в военную историю России, совершив подвиг, достойный боевых традиций своих предков. Еще два нациста отправились на тот свет к Бандере. Владислав всегда хотел быть таким, как его отец. Перед отъездом сына на Украину отец спросил. «Тебе нужно это?» «Зачем ты меня воспитал таким? Если я не поеду, не поедет кто-то?» «Так кто туда поедет тогда? Кто будет нас защищать?» В принципе, больше аргументов у меня никаких не было. Я говорю, если ты решил, значит, я тебя договорить не буду. Влад, ты там на небесах будь спокоен. Ты пошел. И другой пошел. И третий не отказался. И мы непременно победим. Иначе не может быть. Рядовой Дорохин Владислав Александрович, моторист турбинной группы электромеханической боевой части стражевого корабля «Ватный» 30-й дивизии надборных кораблей Черноморского флота Южного военного округа. Указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2022 года награжден званием Героя Российской Федерации посмертно с вручением награды «Золотая звезда». В России складывается традиция. Именами наших новых героев называют теперь школы, где эти парни учились. Несложно повесить на здание мемориальную доску с именем и портретом. И главное, теперь это имя героя всегда будет на слуху. Причем, что особо важно, о них будут знать нынешние и будущие дети. А значит, Россия будет жить. А в плен даже мертвым попасть нельзя. И мы вызываем огонь на себя. Нам вместе столетия, что мы не прожили. Но мы так решили. Но мы так решили. Мы сделали все для победы, родные. Вы нас вспоминайте. Пусть мы не святые. Вы нас вспоминайте. Пусть мы поименно живем в вашей памяти, не в похоронках. Мы знали, что, вызвав огонь на себя, вернуться нельзя. Вернуться нельзя. Но это победа над смертью земною. А прежде с желанием жить над собою. Живите. Мы с вами. Мы встретимся снова. Об этом все знают. Спросите любого. Мы встретимся снова. А в плен даже мертвым попасть нельзя. И мы вызываем огонь на себя. Огонь на себя.